Добрый день всем, кто любит вино, всем, кто хочет полюбить вино. Меня зовут Дмитриев Алексей и я Сомелье. И сегодня довольно необычная дегустация. Она происходит на открытом воздухе, на улице, прямо на балконе. И дегустируем мы очень интересное вино, которое называется Монте-Куко Сан-Джо-Везе от производителя из Тосканы Чачи-Пикколомини. Вино 2006 года. Что же можно интересного рассказать об этом вине? Вино производится из сорта винограда Сан-Джо-Везе. 85% Сан-Джо-Везе, как написано на официальном сайте. Что еще туда входит, к сожалению, они не уточнили. Вино выдерживается в славянском дубе, в бочках объемом 600 литров. Также присутствует немного выдержки в бочке из французского дуба и американского. Я очень хочу продегустрировать это вино. Давайте не будем долго ждать. Итак, оценим цвет этого вина. Цвет она довольно насыщенный. Довольно плотный, чистое вино, без изъянов, не мутное. Рубиновый такой насыщенный оттенок. Очень интересно понюхать, что же у нас в аромате. Аромат немного закрытый, присутствуют красные ягоды, красная смородина. После аэрации, мне кажется, она точно раскроется. Хороший, неагрессивный букет. Алкоголь не выпирает. Хотя здесь 14,5% алкоголя. Немного специй, немного животных, тонов, оттенков, кожи. Вино развивается, и видно, что со временем оно будет себя очень хорошо показывать. Даже уже в аромате можно сказать, что вино можно выдерживать не менее 2-3 лет. Что же у нас по вкусу? Очень интересное, приятное, сочное вино. Немного молодого вкуса. Немного на небе чувствуется в послевкусии дубовое, древесное. Но видно, что у этого вина хороший потенциал. Сочные красные ягоды, красная смородина, немного черники. Вино требует сопровождения. Мне кажется, его очень хорошо будет сочетать с мясом. На открытом воздухе барбекю на основе телятины или ягненка. Хорошие овощи на гриле, все это вместе. Неплохой соус ягодный. Отлично будет сочетаться с этим вином. Деконтация тоже, мне кажется, может ему помочь. Вино стоит 33 доллара. За эту цену, мне кажется, очень достойный вариант. От себя я бы дал ему около 87 баллов. Все-таки еще молодое. Через 2-3 года, может быть даже 4, будет очень себя хорошо показывать. Но нужно будет выбирать более мягкую еду. Ну что же, чачи пиколо меня не разочаровал. Он производит еще отличные брунелла и другие вина в Тоскане. Монте-Куко, довольно молодой регион. И Диоси, зона определенная. Первый раз это вино было выпущено в 2003 году. И сразу завоевало хорошие и позитивные отзывы. Ну что же, дегустируйте вино. И не забывайте записывать свои впечатления. А я с удовольствием вам буду в этом помогать. Субтитры сделал DimaTorzok